Дорогие телезрители, дорогие друзья, для меня большая честь и привилегия приветствовать вас на наших передачах. Для нас великое благословение служить вам. Я благодарю Бога за то, что мы можем делиться тем посланием, которое есть для вас. Я верю, что это слово, которое оказывает влияние, приносит плод в Царство Божие. То, что мы делаем как церковь, мы совершаем надлежащее нам поприще на этой земле. До сега недостигнутых, приходя в поселки, деревни, где никогда не звучала Евангелие, где люди говорят, почему вы раньше не пришли к нам. Мы несем туда весь. Я вдохновляю вас. Присоединяйтесь к нам. Мы нуждаемся в вашей поддержке. Молитвенной, финансовой, в том, чтобы, может быть, приехать и провести время с нашей командой, пойти в какой-нибудь отдаленный поселок. Есть огромная нужда в том, чтобы Божье Слово пришло туда. Пусть Бог бласовит вас. Присоединяйтесь. Многие из нас, мы находимся во тьме по причине того, что мы ожидаем, что свет Божий придет, вместо того, чтобы стать этим светом. Чтобы стать этим светом, мы ждем, что нас Господь осветит, когда будет какое-то служение особенное. А Бог говорит, послушай, мне нужен твой характер. Мне нужно твое смирение. Мне нужно, чтобы ты открыл себя для меня. Я хочу действовать через тебя. Я хочу использовать тебя. Я хочу принести свет туда, где есть тьма. Я хочу, чтобы ты стал солью, там, где есть разложение. Я хочу, чтобы ты принес исцеление, там, где есть боль. Я хочу, чтобы ты был тем, который исполнит мою волю на этой земле. И это Бог говорит к нам, к церкви. Римлянам, пятая глава. Мы читаем еще одно местописание. Ибо если преступлением, 17 стих, ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Христа. Писание говорит, что через нас будет действовать благодать. Почему? Потому что, принимая Иисуса, позволяя прикоснуться к нам, будет изобиловать благодать. Ты станешь человеком благодати. Ты знаешь, ты станешь человеком Божьего влияния. Ты станешь тем, который, знаете, как Авраам, который искал лучшего в жизни. Почему? Потому что он искал города, где начальник и устроитель сам Господь. Он оставил ур халдейский. И он последовал за Богом, чтобы найти этот город, где сам устроитель Бог. И Бог оценил это. Это вменилось ему в праведность, его вера. И из-за мертвелого произошло великое потомство. Бог явил свою славу. Так может быть, наша жизнь, знаете, она может быть не такая прекрасная, как у других. Может быть, она не такая красочная, она не такая яркая. Но вера наша, она вменится нам в праведность, когда мы откроем себя для Бога и когда благодать Божья начнет избыточество через нас. Когда мы станем людьми Божьего влияния, что для этого нужно? Характер. Изменить себя в том, чтобы принять то, что Бог хочет. А мы часто ищем принятие. Я прихожу такой, как я есть, и я хочу оставаться таком, какой я есть. И Бог смотрит на тебя и на меня и думает, так кто Бог, ты или я? Как моя воля будет или как твоя воля будет? Знаете, как один брат решил жениться на одной сестре и молится, Господи, воля твоя, Даша моя. Вот это мы такие с вами. Знаете, Господи, да будет воля твоя, но пусть будет так, как я хочу. На самом деле так. Потому мы, часто проявляя свой характер, мы даже не понимаем то, что мы не становимся этим чудным светом, мы не становимся этой чудной благодатью, только потому, что Бог не может использовать меня по причине моего характера. Но когда мой характер открывает себя для Бога, приход перемены, приход свет во тьму, приход славы Божьей в разрушение, приход победа в поражении, Богу нужен мой характер. Бог хочет иметь дело со мной. Ему не все, но что происходит. Открываем ли мы себя, чтобы в своем характере стать одним со Христом? Почему христиане стали христианами? Потому что люди увидели в них отображение Христова. они увидели Христа в них. Когда люди общаются с нами, они видят Бога в нас, Его славу, Его величие, Его могущество, Его победу над грехом. становимся ли мы одним целым со Христом? Когда мы открываем свой характер для Бога, тогда происходит идентичность со Христом, происходит одно целое, мы соединяемся с Ним. И люди уже видят в нас Христа. Но когда мой характер не смиренный, тогда люди не имеют Христа во мне. Нам нужно уйти от этой практики, знаете, что когда мы вот такие вот особенные, мы отличаемся от других, и нас нужно, чтобы приняли вот такие, как мы есть. Знаете, вот странность про дух жизни. Знаете, если человек какой-то обиженный, и он не открывает себя для Бога, чтобы Бог изменил его, то он начинает обижать других. И кажется, ну если тебя обидели, так ты же наоборот будешь стараться, чтобы больше никогда никого не обидеть. Нет. Кажется, если обиженный, я начинаю обижать. Если меня побили, я начинаю бить. Если ко мне проявили какую-то агрессию, я становлюсь агрессивным. Это мы так защищаемся. А Бог говорит, послушай, я хочу оказать влияние, я хочу, чтобы ты открыл себя для меня, я хочу стать одним с тобой. первое, это мой характер, второе, это моя идентичность со Христом. и третье, это уже возможность для благодати, возможность для сверхъестественного. мы не можем оставаться, послушайте, с вами во тьме. Мы не можем. Если мы во тьме, тебе нужно, чтобы ситуация поменялась. если ты во тьме, тебе нужно открыть себя для Бога, чтобы Бог наполнил тебя своей мудростью. Соломон, который находится перед огромным вызовом в своей жизни, и он пустой, и он не знает, как правильно. Многие из нас, мы не знаем, как правильно. Мы не знаем, как правильно. И мы, как тот сосуд, который пред Богом, если мы позволим Богу наполнить нас своей мудростью, если мы позволим Богу прийти в нашу тьму, если мы позволим Богу прийти в наши какие-то плотские переживания, тогда придет соль, Тогда придет свет, тогда придет мудрость. Послушайте, мы говорим о наших отношениях с Богом. Как сделать так, чтобы стать человеком успеха. И вот этот проект успеха в моей жизни, то, над чем я должен поработать, чтобы это начало приносить плод. Это три простые вещи. Друзья, мой характер, моя идентичность со Христом и мое сердце способны вмещать благодать Божью. Мое смирение, чтобы принять эту благодать. Сколько из нас мы находимся во тьме? Сколько из нас мы находимся не во свете Божьем, потому что тьма пришла в нашу жизнь. И мы не позволяем благодати Божьей прикоснуться к нам. Потому что характер наш не позволяет Богу пойти глубже, пойти дальше. Мы где-то на уровне разума, мы где-то рассуждаем, как, знаете, младенцы, которые не понимаем вообще сущности отношений с Богом. Поэтому мы рассуждаем так, если Бог хочет, то пусть Он это сам сделает. Представьте, если бы Мария, которая ходила бы, была своенравной и говорила, вот если Бог хочет, пусть Он что-то делает. А Бог бы никогда с ней не имел бы дела. Он бы никогда не послал бы еще и Елизавету. Но это было сокрушенное сердце. Это было сердце, которое готово было принять от Бога. Это сердце, которое готово было пройти через великое испытание. Представляете, за эти вещи камнями побивают, а я открываю себя для Бога. Потому что я знаю, что я с Богом. Я знаю, что я чист. Я знаю, что я свят. Я знаю, что я не порочен. Но я открываю себя для Бога. Послушайте, это нужно иметь очень сокрушенный характер. Соломон, который не знает, как править. Соломон, который видел многие вещи, которые были, может быть, не такие правильные в жизни отца своего. Может быть, не было хорошего примера. Может быть, что-то было доброе, что-то было непонятно. И он не все понимает. Поэтому он, когда приходит предлицо Господне, он открывает себя для Бога. И он этой молитвой касается сердца Бога. Эта молитва оказывает такое влияние на Бога, что Бог говорит, послушай, я дам тебе. Я дам тебе. Послушайте, ой, если свет Христового сияет в жизни каждого из нас, мы будем людьми влияния на многих-многих людей. Если бы эта девочка, знаете, в доме военачальника сирийского не была исполнена силы Божьей, помазания Божьего, как вы думаете, послушал бы ее этот военачальник, который был уважаемый человек, который был почитаемый человек, который был очень гордым человеком, но проходил через великий вызов в своей жизни. И эта маленькая девочка, которая была исполнена мудрости Божьей, которая была, отличалась от других, она произвесла речь, которая оказала влияние на его жизнь так сильно, что он послушался, смирившись, послушался этой девочке, которая недостойна была его внимания абсолютно. Эта девочка оказала великую милость и благость Божью на жизнь этого военачальника, потому что, когда он вернулся, он вернулся другим человеком, возрожденным человеком, исцеленным человеком. если ты откроешь свой характер для Бога, если ты позволишь Божьей благодати прийти в твою жизнь, если ты откроешь себя как сосуд, который наполнится мудростью Божьей, послушай, а Бог поставит тебя как город на вершине горы, тебя люди будут ставить в пример, тебя люди захотят подражать, они захотят следовать твоей вере, которую ты имеешь, потому что есть в тебе что, чего нет у них, и это отличает тебя от них. И может быть, ты сегодня маловажный, незначительный, но ты как-то девочка, которая окажешь влияние на великих, важных, которых произойдут великие перемены в их жизнях. И этот военачальник возвращается уже другим человеком, познавшим Бога, пережившим Божью благодать. Почему? Маленькая девочка оказала влияние. Маленькая соседка, которая оказала влияние. Незначительный сосед, который оказал влияние. И может быть, ты часто смотришь вокруг и думаешь, Господи, ну, кроме такие важные, они начальники, они образованные, они умные, они способные, они намного одареннее, чем я, у них намного больше успеха, чем у меня. Что я могу сделать для их жизни? Открой себя для Бога. Открой свой характер для Бога. Позволь Богу стать Богом твоей жизни во всех сферах. Пусть тьма уйдет и окажи влияние. И попроси мудрости у Господа. И Бог явит свою славу. Давайте мы встанем. Мы сейчас будем молиться. Может быть, твоя жизнь, как тьма, нету просвета и нету выхода. И кажется, то ли это место, чтобы говорить об этом, потому что мы же церковь, мы же Божьи люди. Зачем нам говорить лишний раз о том, что должно таким быть обыденным для нас? На самом деле, для многих из нас это что-то недосягаемое. Может быть, ты как раз в этой тьме. Тебе нужен свет Кресту. я хотел бы, чтобы мы провели какое-то время в молитве. Чтобы в этой молитве, знаете, может быть, не было какого-то мощного шума, крика, а чтобы была молитва, которая коснется в сердце Бога. Простая, искренная, честная молитва. Когда мы скажем Богу, Бог, мы не можем, мы не справляемся, у нас не получается, мы хотим. приди в мою жизнь, прикоснись, приди со своим светом, Господи, осияй меня своим светом, чтобы я вас сиял, чтобы я стал этим светом, чтобы я стал этой мудростью, чтобы я стал этим ответом, чтобы я стал тем человеком, кто будет оказывать влияние, а не тот человек, который ожидает, что придет влияние. Открой себя для Бога, открой себя для Христа. Может быть, ты борешься, может быть, ты много лет ждал, может быть, ты надеялся на что-то, но ты никогда не смирил себя в том, чтобы принять от Бога. Ты ждал, что Бог придет и все изменит, а ты никогда не позволил своим характером Богу прийти в твою жизнь, в твою тьму, в твои проблемы. отец, мы приходим к Тебе. Господь, Господь, мы молим Тебя и просим Тебя приди в тюму нашей жизни. Приди туда, Господь, куда мы, Господь, не пускали Тебя, где наши характеры, Господь, воевали, Господь, с Твоим Духом, чтобы защитить наше понимание жизни. Господи, мы хотим соединиться с Тобой, Господь, в одном Духе. Мы хотим быть одним целым с Тобой. Мы хотим, Господь, не просто, чтобы свет пришел в наши дома, Господь, в наши жизни, в наши судьбы. Мы хотим быть светом Твоим, Господь. Боже, мы не хотим, чтобы Царственное Священство послужило нам, Господь, мы есть Твоя, Царственное Священство, которое Ты призвал нас, чтобы мы послужили. Господи, мы здесь для того, чтобы, Господь, качественно изменилась наша жизнь, для Твоей славы. Пошли нас, Господи, туда, где есть тьма. Пошли нас туда, где есть разложение. Пошли нас туда, где есть проблемы. Где необходимо исцеление, Господи. Где необходима помощь, Господи. Именно для этого Ты призвал нас, Господи. Ты призвал нас, Господи, для того, чтобы мы пришли туда, где есть слезы, Господи. где есть боль, Господь, чтобы пришло исцеление, Господь, чтобы пришла радость, Господь. Боже, мы открываем свои жизни, мы открываем свои характеры для Тебя. Господи, преобрази нас, Господь, измени нас, Господь. Боже, мы приносим нашей семье, Господь. Мы приносим наши нужды, Господь. Мы приносим всю тьму нашей жизни, Господь, предлицо, Господь, Твое, Боже, освети нас, Господь. Пусть тьма уйдет, пусть полю уйдет господь пусть обиды господи раны господь прошлого уйду газ пусть прит otros селяне господь пусть идет себя к отверженность господь всякое огорчение озлоблении господь пусть идет всякая высокомерие господь надменность песка паша мы нуждаемся в твоей мудрости гос наполни нас господь своей мудростью господь как никогда ты господь исполнил мудростью господь соломона который простой молитвой прикоснулся к тебе господь твоему сердцу боже мы господь молимся чтобы наша молитва была угодна в очах твоих господи измени нас прославься у нас возвелись у нас по сияю нас во имя святом и просим твою отца сына и святого духа и весь род божий скажет есть такой поселок 42 шахта выселенный поселок электричество отключено живет там он тогда живут то ли 6 то ли 7 человек я вот помню там была такая бабушка зина такая местная то ли самогоном торговала то ли вопросы все их местные решала но такая вот заводная пожилая женщина которая активная очень приезжаем еще один поселок поселок тал и место очень такое знаете странное заходим в дом такой весь какой-то закапченный парень такой сидит огромная какая-то библиотека у него там но он живет в страшных условиях зашли кто-то я сергей рассказали ему о христе он принял мы уехали рассказали в церкви вот люди передали много всего приезжаем к ним наверно через недели три продукты не тронуты парень сидит голодает кушать ничего не тронут ничего не ест на что ты не ешь вот это кто-то с людей сказал ему да ты чё приехали какие-то сектанты покормят тебя там непонятно чем короче ты там умрешь тебя отравят и прочее прочее и проходит 7 лет мы открыли недалеко от этих мест церковь поселка каспашня поселка талой 9 километров в первом наборе команды год для иисуса я был три с половиной года вот такое понимание что бог говорит остав цивилизованный город иди в пустыню то есть бог смотрел на эту землю как на пустыне на данный момент примерно в этом поселке 15-20 человек приходит на служение и кроме этого еще есть три поселка где мы раз в неделю ездим и проводим на машине группы на служение приходит один брат 9 километров от нашего поселка находится туда дорога дороги туда нет чистят редко он каждое утро приходит на молитву сергей который живет на талом девять километров от нашего поселка расскажи а почему ты вот каждое утро 9 километров церковь ходишь ну вот здесь несколько причин по перескантов чисто физическое здоровье слабое и вот я его соответствую укрепляю но главное конечно главный стимул это господь это непременно это однозначно волков два раза видел это были собаки это были волки и кстати они оттуда такие агрессивные как их рисуют в книгах и прочее такие обычные листы собачки достаточно любопытные остановился посмотрел на меня дорогу пересек пошел обратно а когда сообразил что случилось испугался воздухом по своим делам я посмотри библию читаешь а что последнее вот сейчас читаешь я скажу послание корейфянам это вчера было сегодня не что лучше сегодня все буду открою где получится сразу и читаю и вчитываю так ура идет мне нравится в целом библия абсолютно отчасти даже пересмотрелся у некоторых отношения на разные вещи на разные предметы на общение с людьми это прежде всего во всяком случае перемены проза и я считаю что в лучшую сторону есть полагаю что позитив далеко не последний а что касается кто ездит правильно дело хорошо в конце концов люди нужно институт доброе вот именно в это время и необходимо чтобы пасторы проповедники приезжали как можно чаще я имею ввиду не конкретно какие-то большие места населенные а именно в такой глубинке на периферее прошло 7 лет и вот смотришь и думаешь вот тогда у меня был вопрос а нужно ли это а сейчас понимаю стоило нужно было вот эти люди они будут представлены на небеса только потому что мы каким-то случайным образом приехали потому что нам не все равно было и мы нашли эти поселки труднодоступны для досягаемости потому что их уже на карте нету они не отмечены как населенный пункт мы сеем и мы пожинаем библия и сеющие пожинающие будем это делать вместе пусть бог бласит вас спасибо вам что вы поддержите команды года для иисуса спасибо пасторам которые имеют эти команды сверх церковь и спасибо тем людям доброй воли которые откликнулись на призыв божий чтобы приводить людей к христу и знаете наше соприкосновение живущими на этой земле не знающими господа людьми это не наши вопросы господи надо ли это а то божье ответы для этих людей что мы были посланниками света которые изгоняли тьму мы были посланниками соли которые обеззараживали раны мы были той закваской которая распространяла царство божье и наполняла вечность спасенными душами пусть бог бласит вас и и и и